Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что происходит с душой после смерти, в тот момент, когда она оставляет этот мир. Это видео я посвящаю душе моей мамы, Фиана Бат Мордыхай. Она оставила наш мир две недели назад. Когда-то к Любавицкому Рэбби пришел отец, у которого погиб ребенок. Отец был в состоянии депрессии. Он сказал, что он не хочет жить. Рэбби показал ему, что он понимает его, и ему важна его боль. Но Рэбби ему ответил, представь себе, что твой ребенок уехал в другую страну. Ему там очень хорошо. Ты знаешь о том, что ему там очень хорошо. И ты ему посылаешь туда подарки. Но он тебе не может ответить. Как ты себя будешь чувствовать? Папа сказал, я буду чувствовать себя хорошо. Я буду рад за то, что моему ребенку хорошо. Даже если он мне не отвечает. И это то, что ему сказал Рэбби. Душа твоего ребенка находится сейчас в очень хорошем месте. В раю. Она видит, что происходит с тобой. И каждое положительное действие, каждая молитва, каждая заповедь, которую ты делаешь, это подарок этой душе. Даже то, что ты не слышишь голос своего ребенка, но зная и задумываясь о том, что мое действие поднимает эту душу и влияет на нее, это то, что успокаивает тебя. И эти слова успокоили этого отца. Он начал по-другому смотреть на ситуацию, понимая, что его сыну сейчас очень хорошо. Известно, что душа после того, как оставляет этот мир, она находится в состоянии блаженства. Материальное тело ограничивает душу. Душа намного больше свободна в тот момент, когда она уходит к своему источнику. Она находится под троном Всевышнего, высшей имманацией Божественного. Но что мы можем сделать для этих душ? Мы можем посылать им подарки. И они радуются от этого. Наши положительные действия, наши заповеди, которые мы делаем для души, помогают ей. Когда моя мама ушла, мне было очень плохо. Но в тот момент, когда я зажег свечи и начал говорить по ней молитву «Кадиш», и сейчас я буду говорить это весь год, мне стало легче. Я начал чувствовать связь с душой мамы и начал понимать, что эта связь у нас сейчас будет постоянно, потому что душа ничем не ограничена. Что мы можем сделать для наших близких? Это творить добро, делать заповеди, посылая им подарки. И даже если они не могут нам ответить, мы знаем, что им от этого очень хорошо. Момент мудрости «Сколель Тора». Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. until time. Иartista. Ирина. Игорь.